Здравствуйте! Сегодня у нас будет лекция по системе Усинь. Пяти элементов. Это и есть кунг-фу хунг-я, который преподается на начальном этапе обучения. На начальном этапе мы преподаем технику пяти элементов, ассоциативно соединяя их с техникой пяти животных. Здесь вот мы на картинке видим тигр, дракон, леопард, журавль, змея. Это первых пять зверей. Это звери Инь и звери Ян. Вместо этих пяти там у нас присутствует лошадь, обезьяна, бао, это летающий тигр, лев и слон. И сегодня я хочу с вами поговорить о том, каким образом работает система пяти элементов, и мы рассмотрим, например, сегодняшнюю ситуацию, связанную с проблемами иммунной системы, почему так произошло, почему люди болеют гриппом и другими заболеваниями, от которых они сейчас, так сказать, мучаются. Что же делать? Что же произошло? И на помощь нам приходит восточная методика, из которой можно понять причинно-следственную связь. Смотрите, как мы это покажем. Значит, проблемы у нас находятся на уровне тигра. Тигр символизирует легкие. Понимание, простудные заболевания поражают дыхательные пути. Значит, чтобы разобраться в том, какая причина повреждения и почему это слабое звено, почему оно повреждается сегодня, нужно понять вообще, как работает система. Система усинь работает по звезде, по звезде связи друг друга разрушают, и по кругу они друг другу помогают. Соответственно, если мы говорим о том, что мы имеем слабое звено тигр, мы смотрим, что его повреждает. Его повреждает журавль. Журавль у нас символизирует огонь, и это сердце. Тигр – это легкие. Соответственно, получается, что слабое сердце, слабое сердце, мы видим, что пожилые люди, у них слабое сердце, они в первую очередь повреждаются и имеют проблемы со здоровьем. Легко понять, что проблема находится именно в причинах. Причина, первая причина – следственная связь в том, что у нас проблемы с сердцем. Если сказать, что символизирует сердце, то сердце символизирует любовь. Соответственно, мы от этого можем оттолкнуться, что у людей, у которых проблемы с сердцем, это проблемы с любовью. То есть они мало любят друг друга, мало любят своих родных, близких, врагов. То есть любовь у них, так сказать, в ущербном состоянии. К сердцу относится, а сердце – это у нас в этой зоне, к журавлю, у нас относится нервная система. То бишь это говорит о том, что нервная система у таких людей повреждена. Это причина стресса, страха, психоэмоционального состояния. Все трясутся, дрожат, нервы сдают, и, соответственно, повреждается сердце. Также к сердцу у нас относится смех, радость, творчество. То есть человек создан творить. Он должен что-то производить, рисовать, петь, какие-то делать вещи, которые приносят другим радость. То есть это тоже говорит о том, что если это не выполняется, то, соответственно, сердце не даёт правильную энергию, и она не подаёт энергию змее. Змея – это змея. Земля символизирует селезёнку из желудок. Если змея, земля не даёт энергию лёгким, соответственно, лёгкие у нас повреждаются. Получается, что журавль, сердце, повреждает тигра, лёгкие, потому что не даёт энергию земле необходимую. Земля не даёт энергию металлу, тигру. И мы смотрим, что происходит дальше по звезде. Если лёгкие у нас повреждены, то у нас проблемы с леопардом. Леопард у нас символизирует дерево. А дерево и леопард – это у нас символизирует печень и иммунную систему. Получается, что иммунная система у нас повреждена из-за того, что у нас мало дыхательных практик, лёгкие дыхательные практики. Также у нас к этому относится работа. То есть металл отвечает за работу. И мы понимаем, что люди на сегодня практически только то и делают, что только работают. То есть это избыток работы, мало отдыха. Об этом говорит тигр. И лёгкие повреждаются, потому что много работы. Много работы, мало отдыха, мало творчества, мало радости и любви. Сердце повреждено. Если лёгкие повреждены, то они разрушают иммунную систему, работу печени. Смотрим дальше. Если у нас повреждена земля, леопард, печень, иммунная система, то она разрушает землю. Землю — это селезёнка, и желудок — это пищеварительная система. Если иммунная система слабая, если нервная система повреждена, то человек кушает не себя, он не чувствует меры. Разрушается пищеварительная система. А если пищеварительная система разрушается, то по свезде мы идём сюда, приходим к дракону, почкам, вода. Это у нас кровеносная система. Кровеносная система плохо работает, соответственно, плохо работает нервная система и сердце. Что необходимо сделать? Необходимо во время техники выполнения сгармонизировать каждую из этих элементов, используя движение, дыхание и сознание. Важно, чтобы не просто была здесь энергия, а чтобы она была сбалансирована. Если энергии очень много, например, огня, очень много, то она будет повреждать дерево, металл. Много огня расплавит металл. То есть огня должно быть в меру, достаточно ни много, ни мало. Тогда она будет протекать именно по своему пути к земле. Из огня рождается земля, зола. Из земли руда рождается металл. Из металла рождается, течёт вода. Вода, полили водичку, дерево. Из дерева, как дрова, хорошо горит огонь. То есть движение по кругу можно восстановить, если сбалансированно давать энергию в каждый элемент, каждый орган, в каждый стиль. Выполняя технику пяти животных, кунг-фу, техника пяти животных, то есть выполняя стиль тигра, журавля, змеи, леопарда, вы балансируете. Или проще говоря, конечно, не каждый там сидит дома, знает стиль тигра, журавля, леопарда, как эта хореография выполняется. Есть просто маленькие упражнения, буквально на 5-6 минут, которые можно выполнять дома любому уровню подготовленности. Выполняя их в порядке по кругу, можно всё привести в порядок. самому, без врача, без таблеток, просто используя правильное движение, дыхание и сознание. Сознание на данном этапе, на начальном уровне, это то, где находится внимание. То есть там, где у нас мысль, то месте, в котором у нас находится внимание, мы сознаём это, и там у нас присутствует сознание. Например, если мы делаем упражнение для нормализации нервной системы, Тиба и Конг, то у нас внимание находится на сухожилии в области локтя. То есть внимание сюда, значит сознание здесь, значит включается восстановление нервной системы, и, пожалуйста, работа сердца восстанавливается. Но мы давали вам упражнение, это самое простое упражнение, чуть-чуть побольше информации, то есть есть упражнения, которые более эффективны и быстрее восстанавливают. Обращаю внимание, что у нас здесь ещё на рисунке не помечено, что над сердцем есть ещё тройной обогреватель. Обогреватель тройной. Он отвечает за работу перекарта. Это мешочек, в котором у нас сердце находится. И для него существует ещё одни упражнения. Получается у нас раз-два-три-четыре-пять-шесть упражнений, которые вы должны выполнять ежедневно. Каждое упражнение по 6 минут, 6-6-36, 36 минут в день выполняете комплект по кругу, плюс перекарт, тройной обогреватель, и всё супер восстанавливается, но не с один день, естественно. Это нужно как минимум 4-5 недель ежедневной практики. За что отвечает перекарта? Он подогревает кровь. То есть кровь становится, кровообращение улучшается, циркуляция улучшается, и, соответственно, все системы работают более правильно. Это вот приблизительно, ну так сказать, поверхностно знакомство с этой системой, чтобы вы понимали, каким образом, используя систему УСИН, можно оздоравливаться. Вопросы? Что непонятно? Почему не идёт в обратную сторону? Как с целью связаны эти все линии по аэграмм? Понятно, что всё-таки разрушают. Разрушают вот таким образом. По идее, это разрушает, когда много энергии этой? Да, когда мало или много. А, когда мало или много. Да, я же про это и сказал. Например, в сердце или в воде, вот в последнем случае был, у человека проблемы с почками. Проблемы с почками, воды много, то есть работают почки супер. Девушка приходила, у неё с рождения, вот так получилось, три почки. И она даёт столько много воды, что она заливает сердце. То есть вода заливает сердце, и у неё начинают проблемы с сердцем. То есть не идёт энергия воды поливать дерево, чтобы дерево ушло, а воды столько много, что оно уже залило дерево и уже залило сердце. И получилось, что много воды, леопард, дерево, печень, и у неё начались проблемы с печенью. И у неё началось шелушение кожи. То есть кожа становится такая, как псориаз. причина. То есть у неё не хватает баланса в почках. Печень и леопард. Печень и леопард. Получается, не по звезде в данном случае, у неё проблема пошла сразу по кругу? Не, у неё пошла проблема в сердце. Сердце дало проблему тигру лёгким. Нету дыхательных практик, она не знает, как дышать, поэтому пришла в занятия. А тигр уже начал разрушать леопарда. То есть по звезде. Раз, два, три. Но понятно, что если мы дерево поливаем и воды перелили много, то мы можем дерево испортить. Поливаем цветок и залили цветок. То есть воды оказалось очень много. А всё держится именно по часовой пелке? Да. В данном случае, если у неё наоборот функции почки, а функция почки выделительная, в первую очередь, то получается у неё в организме мало воды. То есть у неё фильтрация быстрее проходит, а в крови недостаточно жидкости фактически. Вопрос. У неё быстрее выходит вода, получается, наоборот. То есть не пили много воды, а мало? Нет. У неё получилась... Нарушилась работа почек. У неё воды стало так много, что она пошла в ноги и в бёдра. Отчётчность? Отчётчность, да. То есть у неё очень сильно увеличились ноги, попа, голень. И сразу стало барахлить сердце. То есть это стал эффект третьей почки. Но эта ситуация произошла, когда у неё произошёл стресс. То есть у неё был стресс, дочка заболела, в больницу попали, у неё был серьёзный стресс, и это дало такой вот эффект. Стресс нервной системы у нас находится в сердце. И вот я по ней смотрю, у неё дыхание перекрыто. То есть она не может грудь поднимать, она прямо у неё зажатая. Она ходит, прямо зажатое всё. То есть зажалось лёгкие, и дыхания не хватает, оно поверхностное, оно сразу разрушило работу печени. И у неё пошёл псориазм параллельно. То есть как в этой ситуации сработала третья почка, было непонятно. То есть воды много или воды мало? Я вижу, что воды стало много, так что её аж начал раздувать. Но когда она успокоилась, дневную систему привела в порядок, то отёчность ушла, отёчность ушла. Но часто стало проявляться всё равно псориазм, то есть высыпание и шелушение. То есть это говорит о том, что печень не восстановилась, всё, начинает барахлить. То есть ей нужно, например, первый вариант, просто взять по кругу и выполнять все упражнения. Как я сказал, 36 минут по 6 минут каждая. Но для того, чтобы столкнуть ситуацию с места и помочь, потому что она будет восстанавливаться в такой ситуации где-то 6 месяцев, то рекомендуется или массаж, или акапунтуру. То есть сторонней стороны помочь ей поддержать эти органы. И так как в первую очередь в данный момент у неё псориаз и шелушение, то значит на иголки на печень. Если сбалансируем работу печени и он придёт в норму, то это поправит работу сердца. Успокоится нервная система и не будет проблем с сердцем. Соответственно, тогда всё пойдёт по кругу. Если по кругу пойдёт селезёнка, она будет нормально, она не будет разрушать почки. То есть питание восстановится. Когда человек нервничает, то человек есть много, и земля у нас отвечает за пищеварительную систему. Это влечёт к нарушению работу кровеносной системы. Я сейчас по кругу опять повторяюсь. Да, рассматривается движение именно по кругу, по часовой стрелке. Система очень проста. Её просто нужно разобрать и понимать, с каким элементом что относится. Какие части тела, состояния, элементы, чувства и так далее. По звезде именно так, как звезда рисуются или как? Да, вот я же показал несколько раз. Получается, мы начинаем с дракона, потому что он будет самым главным. Нет, вся практика начинается с леопарда. Леопарда? Да. Дерево. А рисуем мы с драконами? Нет. Просто вот как часовая стрелка, грубо говоря, так. Так мы вот рисуем, просто вот и дальше рисуем. Где бы мы ни останавливались, леопарда, а дальше просто движение идёт. Миш, в виду, что с дракона начинаешь... Ну, типа рисоваешь, и начинаешь с дракона? Ну, это тоже во многом говорит. С какого места ты начинаешь рисовать? Отсюда начинаешь, отсюда начинаешь. Почему начинаем рисовать с дракона? Потому что дракон — это почки, а почки — это рот. То есть ты начинаешь со своего рода. Я — мой род. И ты начинаешь рисовать от воды. Мы же из воды состоим, потому что гармоничнее начинать рисовать от воды, от своего рода. Но люди приходят на занятия деревянные. Нервная система привела их к состоянию стресса. Поэтому, когда приходят люди, то мы начинаем с ними работать, пытаясь их расслабить, чтобы они с дерева перешли к состоянию воды, вернулись к мягкости. Поэтому я сказал, что все практики как бы подразумевают, что люди приходят деревянные, и поэтому мы начинаем с техники дерева. Мы показываем им дерево и говорим, вот это вы. А сейчас давайте от дерева пойдем дальше. Идет сначала дерево, потом мы преподаем металл, металл, еще в обратную сторону. Потом мы преподаем технику воды, потом технику огня, потом технику земли. Так выстроена система преподавания в конфу. Человек приходит, он деревянный, после деревянного мы показываем силу, металл, как из дерева сделать железо, а потом мы пытаемся его расслабить, чтобы он стал вообще мягким, вода, текучим. А потом показаем огонь, взрыв, что это можно использовать как сила, энергия, огонь. А потом все объединяем, вода, огонь, дерево, металл на земле. А конечный элемент земля, все на земле. Пять элементов. После изучения пяти элементов студент переходит к изучению техники тайчингами, система иньян. Система пяти элементов, система иньян, более высокий уровень. Каждый из животных соответствует какому-то органу. У нас есть органы инь, органы ян. Органы инь – это полнотелые, которые не опорожняются. Сердце, почки, печень, они не опорожняются. А органы ян, они набираются, опорожняются. Мочевой пузырь, толстый кишечник. Понимаете, да? То есть набрали, сбросили, набрали, сбросили. Вот это органы инь, полнотелые. И мы говорили сейчас сердце, печень, почки. А органы ян, они те, которые опорожняемые. Поэтому есть такой же круг, но с другими животными, с другой хореографией движения. То есть, если, например, у вас проблемы с легкими, значит, вы практикуете стиль тигра. Понимаете, да? то есть, то есть... Продолжение следует...